Всем привет! Меня зовут Юля и в этом видео мы с вами будем делать канцелярию в виде сладостей. Банка нутеллы, киндер шоколад, макароны, ананас. Я покажу как сделать такие ластики своими руками. Поехали! Понадобится силиконовый герметик, прозрачный или белый. Я советую приобрести такой тюбик, им удобно пользоваться. Или можете взять в такой упаковке. Отрежьте наконечник, накрутите конус, снимите колпачок и можно приступать. Но для такого флакона нужно еще купить специальный пистолет. Он стоит недорого, но поможет выдавить силикон. Еще понадобится кукурузный крахмал. Вы можете попробовать взять картофельный, но изделие из него будет дольше застывать. Теперь берем любую емкость, насыпаем крахмал и выдавливаем силикон. Этот силикон абсолютно безвреден, потому что он санитарный и подходит для использования в доме. Начинаю замешивать крахмал с силиконом, сначала с помощью палочки, а затем руками. Советую делать это в перчатках. Всыпайте силикон крахмалом до тех пор, пока он не перестанет липнуть и станет похожим на пластилин. Первый ластик будет в форме макаруна. Добавляю в тесто фиолетовый краситель, но также подойдут акриловые краски. Меньшую часть оставляю белой, а фиолетовое тесто разделяю на две равные части. Формирую из них половинки нашего печенья. Острым предметом делаю снизу как бы юбочку по кругу, на одной и второй половинках. С белого теста катаю шарик и расплющиваю его. Получается кремовая начинка. Делаю отверстие для карандаша, кладу начинку на одну часть печенья, а второй прижимаю. Когда силикон полностью застынет, все части будут хорошо держаться между собой. Зубочисткой или иголкой придаю фактуру макаруну. Поправляю края, крем, оставляю печенье на карандаше застывать приблизительно на час. Сделаю еще один ластик и на этот раз он будет желтого цвета. Выполняю все те же самые действия. Тесто окрашиваю в желтый цвет, замешиваю. Выглядит оно очень аппетитно. Какой красивый получился ластик, так и хочется съесть. Кто не знает, розовый мой любимый цвет. Поэтому сделаю еще и розовый макарун. Я просто не могу остановиться. Они получаются такие классные. Обязательно попробуйте сделать. Это очень просто. И свои ластики скидывайте в специальный альбом в моей группе ВКонтакте. Ссылочка под видео. А если хотите, чтобы ваш комментарий попал в мое следующее DIY видео, то напишите в комментариях, как вас зовут, например, из какого вы города. Что-нибудь позитивное и запрос на следующее видео. Если вы выпачкали руки в силикон и они липкие, то воспользуйтесь 3% обычным уксусом или ацетоном. Теперь давайте сделаем баночку нутеллу. Признавайтесь, кто любит нутеллу? Сколько нас здесь таких? Хочу показать еще один способ, как можно замешать силикон на фольге или пергаменте для выпечки, не используя перчатки. Делюсь секретом. Всегда наносите на ваши руки крахмал. Таким образом силикон не будет прилипать. Тесто готово. Окрашиваю его в коричневый цвет. Можно добавить даже капельку черного, чтобы оттенок получился максимально похожим на шоколад. Катаю шарик, придаю ему придолговатую форму. Руками формирую баночку нутеллы. Отрезаю верхний край. Запомните, работать нужно очень быстро, потому что через 10-15 минут ваш силикон застынет, и вы уже из него ничего не сделаете. Теперь сделаю крышку. Здесь все очень просто. Сплющиваю шарик белого цвета, подгоняю под размеры баночки, и лезвием делаю насечки. Оставляю на полчаса застывать. Когда обе части банки стали полностью твердыми, соединяю их с помощью силиконового герметика. Оставляю застывать на несколько часов, потому что силиконовый герметик без крахмала застывает дольше. Теперь нарисую этикетку. Шаблоны вы можете найти в интернете. Я решила добавить улыбочку и милые глазки. Раскрасила все линером и красным фломастером. Закрепляю этикетку на баночке сзади на двусторонний скотч. Ластик получился очень классный. Он мне безумно нравится. Всегда мечтала о такой маленькой баночке. А сейчас давайте сделаем ластик киндер шоколад. Силикон, окрашенный в коричневый цвет, раскатываю в колбаску. Затем карандашом делаю углубление. Это больше похоже на батон. Ровняю края и обрезаю все лишнее. Так гораздо лучше. Зубочисткой рисую корону, как на настоящей шоколадке. И лезвием делаю борозды. Готово! Теперь можно упаковать и получится отличный пранк над друзьями. Эти ластики отлично стирают карандаш. Напишите, какой вам понравился больше. И напоследок я решила сделать яркий ананас. Из силикона, окрашенного в желтый цвет, катаю продолговатый шарик. Зубочисткой делаю борозды сначала в одном направлении, затем в другом. Рисую улыбочки. Из зеленого теста вырезаю листья. Затем сворачиваю. Склеиваю все прозрачным силиконом. Вот такой яркий ананасик у меня получился. Ребят, хотите, чтобы я сделала новые ластики из силикона? Тогда оставляйте ваши запросы в комментариях. Поставьте лайк этому видео. Мне будет очень приятно. Ну а с вами была Юля. До встречи в новых видосиках. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok